Здравствуйте, я Рахимик. Компания Механическ многие уже знают в Ростовской области. Мы тут уже не первый раз и активно с издательским домом «Крестьянин» работаем в плане статей, в плане выступлений. Что хотелось бы сказать, во-первых, о нас. Мы компания достаточно такая, уже не новая на рынке. Продукты разрабатывались в 80-90-е годы. Впервые они были оформлены как удовлетворение еще в 2002 году. Потом они дорабатывались, стали жидкими. Под брендом Механическ они в 2009 году. Собственно говоря, в 2009 году они представлены в Южных Лигонах России, в частности в Ростовской области. За это время они себя уже и показали, и были проверены. Но хочется расчетствовать внимание, кроме богатой истории, на том, что мы, кроме как производителей, мы еще и разработчики. Все эти годы мы общаемся с вами, мы смотрим, что нужно, какие продукты нужны. Соответственно, лень удобрения разрабатывает. Соответственно, мы как компания-разработчик, мы всегда в диалоге с вами. Мы понимаем, какие тенденции на рынке. Ну и мое вступление будет, конечно, тоже связано с экономикой, но сразу говорю, что оно связано с экономикой точки зрения производителя удобрения. То есть я захватываю только определенный спектр по себестоимости продукции. Как у нас было сказано в прошлом семинаре, который мы тоже проводили в Крестьянине, где-то, по разным данным, от 30 до 50% себестоимости продукции удобрения составляет. Соответственно, такая немаловажная статья на затратах. Как уже сказали, есть два пути к высшению прибыли. Первый – это сократить затраты. Второй – это увеличить заработок. Если говорить про затраты, то здесь можно апеллировать к такому фритету Капот Матросский, который сказал, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Другими словами, наш опыт говорит о том, что нельзя бездумно просто сокращать затраты. Надо сокращать только то, что реально не отразится на прибыли. Не линейная эта зависимость. Ну и второй подход – это повышение заработка. Здесь уже апеллирую к Даре Концовой. Впервые эту фразу я услышал от нее, чтобы получать прибыль, чтобы зарабатывать, надо не больше готовить, нужно больше зарабатывать. Это ее жизненный опыт. Касательно сокращения. Во-первых, что хочется сказать, что удобрения, которыми вы работаете, они имеют разный КПД, разный эффективность. Соответственно, если речь идет уже о том, чтобы сокращать вложение в ваши пластицы удобрения, их необходимо сокращать с точки зрения эффективности удобрений. Соответственно, самые высокие по эффективности водоприемы – это листовые подкормки, обработки семян, при всеми внесения. Касательно тех же ВИП элементов – это листовые подкормки, обработки семян. Их желательно сокращать в последнюю очередь, потому что у них наибольшая оттача, наиболее плотный контакт удобрений и растений. Соответственно, второй нюанс, вторая сторона медали – это прицеп убывающей эффективности. Затраты на удобрения, которые вы вносите, они купаются неравномерно. Чем больше вносите, тем меньше. Каждое следующее внесение удобрений дает прибавку. Соответственно, иметь смысл сокращать основное удобрение только тогда, когда у вас реально нет денег, либо тогда у вас завышенное внесение. Если внесение идет в рамках среднего по региону на вашу урожайность, сокращать смысл нет, будет линейный падение урожайности. Ну и касательно прибыли. Здесь особой теории нет, здесь есть фактические данные, фактически фигуры больше вложили, больше получили. По данным именно этого года, в этих ценах, по озерновым культурам, какие данные получили? При затратах, при стоимости удобрений, там, летней подфорнке, это 1-2 тысячи рублей, мы получали прибыль в районе 2,5-2 тысячи рублей. Покупаемость этих инвестиций, соответственно, была до 7 раз. Многие компании передовые, которые в этой тематике работают, они уже не ставили себе задачу посмотреть, как работает здесь удобрение. Для многих уже сейчас задача, посмотрите, что лучше. Вот мы с этим неоднократно складываемся работать в фондере. Здесь, Уралдом, Любруси, все они уже неоднократно много лет применяют эти удобрения. В них задача посмотреть, что лучше. На них обычную экономику не посчитаешь. Они уже смотрят, какие необходимо вложить деньги, чтобы получить планированный эффект. Нам сейчас ставить задачу, да, есть нам ту же самую рожальность, но за меньшее деньги. Вот. Это один из моментов. Второй на уровне еще рассмотрения предложений, это состав. Соответственно, есть состав, есть понимание, насколько он сбалансированный, если это не моноформы, это тоже немаловажно. А сейчас, кстати, все больше обращают внимание на добросовестность, на сколько состав соответствует заявленному. Обращайтесь в лабораторию, сейчас это легко проверяется. Когда вы на это тратите миллионы рублей, чтобы получить еще больше миллионов рублей, то проверить качество, ну, это нормально. Вот. Технологичность. Технологичность сейчас считается наиболее такие удобные, это же предобрение. Сейчас, вот, наши. Такие формы есть для преимуществ, но там и, опять же, необходима другая техника, чтобы с ним было удобнее работать. Ну, и техподдержка. Продать препарат сейчас вообще не проблема. Но когда клиент на стене не оставляет с этим препаратом, некому задать вопрос, некому получить ответ, и нет внимания, как правильно и что применить, в каких условиях, ну, тогда, это, знаете, не работать различными выдавлениями сложными, а просто запуск покупать, я не могу на руку к одному соотношение, и под все культуры одинаковые давать. И, соответственно, сами понимаете, этот подход, ну, не всегда арендамент, не всегда эффективен. Ну, раз мы говорим про естественных хозяйствах как бизнес, здесь было бы неправильно не упомянуть про риски. Во-первых, хочется отразить, что удобрения работают очень интересно. Вначале они работают на заплатку потенциала культуры, а уже в ходе регистрации все больше переходят на сохранение заложенного ранее потенциала. Это все я покажу чуть позже, уже на опытах. Ну, и по рискам конкретно, это, во-первых, не системное применение. Каждая обработка, по нашему опыту, дает краткосрочный эффект, ну, в среднем 2-3 недели. Если нет системы подкормок, это все равно, что знаете, обработать гербицидом, в мужчине спасти культуру, а потом не обрабатывать гербицидом, инсектицидом, потерять урожай на выезде. То же самое с удобрением. Можно культуру разогнать в самом начале, накормить ее до света, а потом без подкормок положено, потерять национальный урожай, она будет просто сбрасывать. И второй момент, о чем я уже говорил, это подбор правильных мартов удобрений. Не все элементы питания нужны в каждом конкретном случае. Где-то, чтобы вы вносите с основными элементами питания, где-то вы вносите то, что уже есть в почве, соответственно, нужно понимать, какие марки удобрений, почему какие-то есть вещества будут работать в каждом конкретном случае. Но это же вопрос о техподдержке, чтобы у вас было внимание на школу тратить, почему вам это надо или не надо. Отдельный момент – это человеческий фактор. По нашему опыту, у нас большая статистика, именно в этом контексте идет большинство вопросов к получаемым данным, к использованию удобрений. Соответственно, мы с этим делом работаем. Для клиентов собираем семинары, для полотников прям индивидуальный семинар собираем. Мы рассказываем открыто о том, где узкие моменты, что нужно сделать, чтобы не повторяли чужейшие. У нас это будет информация. У кого будет интерес, можно через наших партнеров за все это привести более централизованно и более организованно. Соответственно, можем поделиться информацией и этим опытом. Ну и ближе, как говорится, к практике. Это Савропольский край. Опыт закончился в этом году. Это Азима и Гердая Пшеница. Для меня уже сколько проработок, чтобы было прям необычно увидеть, поддержать пшеницу, который белок за 19-20%. Мне это было интересно. Здесь мы проверяли отдельно эффект от обработки семян и отдельно от обработки ковидитации. Год сложился достаточно нярким в начале лета, поэтому обработка семян, которая произошла, она повлияла в большей степени. Прибавка 2,4 центнера, соответственно, при обработке семян затраты совсем небольшие, 160 рублей, окупаемость вообще была 37 раз, потому что прибыль находилась до 60 тысяч рублей. При обработках ковидитации, что примечательно, многие не рассматривают обработку семян, обратите внимание, потенциал не заложился. Изначально семена были обычные. Соответственно, без разогнанной изначально нас артикультуры вегетационные обработки, условия более-менее мягкого вода, ничего такого грандиозного не показали. Нет ничего было доводить до уборки. Но, тем не менее, буквально все равно углу в два раза получилось. Ростовская область, Неглиновский район, достаточно такой сложный опыт был, в том плане, что, во-первых, урожайность высокая, а графон высокая. Вы знаете, чем выше графон, чем выше урожайность, тем сложнее получить следующий прибавок. И, тем не менее, при урожайности выше 50 центнеров, при предшественнике от зимой пшеницы, с анализомой по зимой, мы получили, да, при реальных затратах, там, 2000 рублей, обработка семян, две хороших обработки ковидитации, мы получили буквально почти в три раза. Ну, допустим, так, чтобы показать, что как мы работаем в разных почтепониматических условиях, вот даже в Саратовской области, это уже центральное чемноземье, при прибавке тридцентера, это была обработка семян и обработка по младлисту. Вкущение не смогли отработать из-за дождей. Вложения были всего 1000 рублей, покупаем с почти четыре раза. Вот, соответственно, с этими товарищами, если с вопросами, можно пообщаться, и конкретно есть понимание по схемам обработки. Как это в этом опыте, что интересно, прибавка была сформирована в основном за счет количества растений. Соответственно, обработка семян произошла, растения перезимовали, не вымерзли, вот прибавка. По большому счету, у меня все, хотелось бы только напомнить. Во-первых, что сокращать можно только то, что лишнее, то, что под вопросом по эффективности, иначе линейное падение эффекта будет. Не обдуманных сокращений в плане удобрений. Оставлять обработки надо с максимальным УПД, соответственно, сокращать только там, где это более целесообразно. Приоритет на сильные боли на особо маржинальной культуры, это правило уже все знают, но мы не повторить его тоже нельзя. Комплексный подход, как я сказал, одна обработка, это один отдельный эффект. По данной тематике, мы вообще уже два года проводим опыты, тоже в Нигдинусном районе на базе новых предприятий. В этом году будет рейтинг. Будет, соответственно, полноценный любительный испытание. Данные получают очень интересные. Ну и внимание дефицита питания. Чего вам не понравится в почве по конкретной культуре, это конкретный результат. Это возможность для оптимизации затрат. Не просто сократить, а первое, что делить. Потому что, скажем, в моей практике есть одна из бед, когда заходит речь об экономии удобрения, они начинают экономить в плане стоимости. Обычно используются удобрения. Почему? Ну, вроде сократил на 50 килограмм. Цифры маленькие 50 килограмм, а деньги большие. Это получается такой психологический забавман, вот это у нас сировки питания нарушается, и другие удобрения уже не правильно работают. Ну, пожалуй, на этом же у меня все. Спасибо за внимание. Дмитрий Михайлович, спасибо. Вот скажите, агрария вообще народ недоверчивый. Вы назвали Ставропольский край, Ростовская область, а конкретные хозяйства можете назвать? Где можно это все посмотреть, вот убедиться, что действительно есть прибавка? Да, конечно. Ставропольский край, это Кулиновский район, Булатерская, одной ведущей хозяйственной. Ростовская область, это центр Абра. Михайловский. Да. Вот, который я сказал, что мы изучаем в Ростовской области институтации, это 50 октября. Кушмин, он сказал, что подпишется под результаты только в кофе-трехнике испытаний, пока только два года. Все, все, науке, только когда будет достоверная статистика. Вот, и Саратовская область, Афгарский район, это Дубас, 50 лет октября там председатель Арахана Александр Николаевич, он здесь участвует в нашем мероприятии. Хорошо.